Что мы просто неудачники проверенных поставщиков, у кого вы знаете, что она растет, ничем не болеет, и не испортить землю на своем уровне. А мне кажется, почему он как-то в любом случае, как сказать, жизненный какой-то опыт. Все. То есть это заключение лаборатории. Это просто участок, все. Вот просто все. Ну, нематода, то есть он знает, что это нематода. Всем здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня новый день. Сейчас там улица очень солнечная, хоть и временами проливают дожди, и все в один день. Ливневый дождь, гроза, тут же солнце, такая переменчивая погода у нас сейчас, июньская. Ну, это не может не радовать, потому что по прогнозу обещали ливни, но тут хоть с просветами солнышко, уже лучше. В саду ягода, слава богу, гнить еще не начала. Сейчас хорошо собираем. Завтра у нас будет вообще большой массовый сбор ягоды. Руслан, здесь рассадник проходится удобрением, сейчас опрыскивает. Руслан, а ты мне перцы, кстати, опрыскаешь? Да, давай опрыскаем. Да, перчики. Я вам сейчас покажу, как у меня уже перцы нарастают. Это вообще растет, честное слово, как на дрожжах все. Вот мои перцы. С такого расстояния ничего не видно, но сейчас покажу, что здесь поближе. Поближе уже вот такие вот перчики. Еще, конечно, маленькие. Ой, как фокусировать. Но я уже рада, и они практически на каждом кусту где-то цветут, где-то завязываются плоды. Очень-очень меня это радует. Помидоры еще не начали завязываться, а перчики уже висят. Так, недолго я с вами поболтала, а Руслан уже заканчивает опрыскивание. А ты не рассказывала историю, которую Татьяна... Да я даже не знаю. Думаешь, интересно будет нашим подписчикам. А мне кажется, почему у меня это в любом случае, как сказать, жизненный какой-то опыт. Да, предостеречь людей от подобных ошибок. Расскажу вам историю нашей подписчицы. Нам в последнее время приходит очень много писем от подписчиков. Все началось с первых наших видео о том, где мы рассказали историю нашего разорения. И люди стали делиться своим опытом на нашу электронную почту, которая указана в описании канала. И некоторые истории, честное слово, прям за душу трогают. И вроде бы и не хотелось об этом делиться на большую аудиторию. А с другой стороны, хочется как можно больше людей предостеречь от подобных ошибок. Сейчас прочитаю вам одно из писем. Руслан, у тебя телефон далеко? А, сейчас. Сейчас Руслан принесет телефон, и я прочитаю вам письмо. Очень поучительная история. Сейчас я прочитаю, а то у меня телефон встанет. Вот так все быстро. Ну, вот, вот, вот оно. Да, спасибо. Написала нам Татьяна. Она живет недалеко от нас, но, правда, с севернее. Она с Сибири, мы с Урала. И, в общем, она поделилась своим опытом в выращивании клубники. И сейчас вам расскажу, что же у нее случилось. Написала она мне. Привет. Хочу поделиться с тобой своей историей. Может, она предостережет кого-то другого от моих ошибок. Я живу в небольшом городке на окраине Сибири. Много лет назад я решила заняться выращиванием клубники. Представляла, как летом дарю знакомым сочные ягоды, да и заработать хотелось. В общем-то, как и нам, мы хотели и родственников, да, угощать. Что было-то первоначальная идея, что и мы любим ягоду, и семья у нас большая, и племянников много. Всех хотелось угощать. Ну и, конечно же, заработать тоже на этом хотелось. Первые сезоны шли не слишком удачно. Я изучала агротехнику, кормила грядки перегноем, поливала лунки, удаляла каждое сорное растение. Плоды то гнили, то были мелкими и пресными, но я верила, что опыт все исправит. Ну, у нас тоже многие люди, кто покупает нашу рассаду, жалуются, что до этого, что они выращивали, мелкие плоды и не такая красивая ягода, как у нас. Ну, мы уже поняли, тут дело в сортах. Нужно сажать более современные сорта. У людей перерождается уже рассада, непонятно какой сорт. Да и по многу лет на одном месте выращивают, не обновляют. Мало кто начинает вникать во все эти нюансы. Да, конечно, люди посадят один куст и 10 лет пока с него вырастят ягоды. Ну, в любом случае, это обмельчание двух ягод, куст же становится большой. Да. Позднее сосед посоветовал заказать рассаду из Краснодара. Мол, там теплее, сорта современнее, урожай обещает быть богатым. Цена была приятная, а отзывы на форуме восторженные. Я рискнула и оформила доставку. Тут тоже все как у нас. Мы первую нашу партию, даже первые две, закупали в Краснодарском крае. Еще мы неопытные были. Помнишь, мы испугались, что там какая-то живность. Я же лазил в лабораторию. В лабораторию даже отдавали, потому что какие-то червяки в корнях были. Слава Богу, в нашем случае нас успокоили. И ничего страшного. Что это от переувлажнения какие-то червячки. Ну и рекомендация была обработать октары. Все. То есть это заключение лаборатории было. Да. Когда кустики прижились, они действительно быстро пустили листья. Но через пару недель я заметила странные вздутия на корнях, а ягоды стали мелкими и жесткими. Специалисты, к которым я обратилась, подтвердили мои страшные опасения. В рассаде завелась нематода. Нематода на самом деле самый страшный враг. Мне кажется, какой только может быть на клубнике. Если бы появилась нематода, я бы не пережил это. Я знаю, что есть какой-то препарат. Я слышал про него у одного известного блогера. Не помню, какие-то цифры 648. Какая-то смесь есть. Я думаю, что это просто участок. Все. Вот просто все. Да. Этот крошечный паразит поел корни растений изнутри. И теперь заражена была уже вся земля на моих грядках. В итоге я не только потеряла вложенные средства, но и лишилась урожая на следующий сезон. Землю придется долго обрабатывать. Сейчас я понимаю, экономия на непроверенных поставщиках может обернуться куда большими расходами и разочарованиями. Будь осторожной при выборе саженцев. Проверяй репутацию продавца. И не гонись только за низкой ценой. Иначе рискуешь остаться и без денег, и без урожая, как я. Самое обидное в этой истории, что даже, знаете, что больше всего обидно, да, Руслан, при неудачах? Даже непотраченных денег, непотраченных сил, а несбывшихся надежд, а еще и столько лет потом исправлять эти ошибки. Да, это при том, если это получится. То есть, я думаю, мы вставим обязательно картинку последствия нематоды, потому что я видел в видео, что она прямо идет кулачками, что идет грядка, и вот, допустим, раз кулачок, клубника увядает там. То есть, человек на видео говорил, что это, ну, нематода, то есть он знает, что это нематода. Мы уже не знаем, продает ли он рассаду со своих участков, но, как выясняется, все равно есть продавцы, которые пренебрегают вот... Может быть, даже не из злого умысла, а может и по глупости. Может быть, у него нематода, а он даже и знать не знал. Ну, может быть, такое. Я думаю, что такая вероятность большая, да, от собственной простой грамотности, глупости. В общем, решили рассказать вам такую историю, чтобы все-таки не надо покупать рассаду у проверенных поставщиков, у кого вы знаете, что она растет, ничем не болеет, и не испортить землю на своем участке. Ну, а вот еще нам присылали про... Про инвесторов много историй пишет, очень много. По большому разу она тоже присутствовала, была на бизнес-интенсиве, то есть и там тоже были инвесторы, которые готовы были вложиться, ну, там, естественно, стоят последствия. То есть, в принципе, ну, как я вот считаю, что надо проанализировать, вообще, будет ли нам быть интересные рассказы. Ну, и если у вас есть интересные рассказы, в описании канала у нас есть, интеллектронная почта, пишите. Да, мы будем делиться для того, чтобы других людей предостеречь от ошибок, потому что, на самом деле, люди пишут такие истории, и лучше об этом знать и научиться на чужих ошибках, чем потом исправлять собственные. Все это, конечно, печальный опыт, но о нем нужно говорить, и это важно, важно для всех. Да, в любом случае, будь это там, закупайте рассаду, то есть, ну, действительно, надо, в наше время уже современное, понятно, что если человек пишет про... Да, много лет назад, вот Татьяна этим занималась. Про много лет назад, это как бы одно, сейчас у нас век информации, ну, информационный век, то есть сейчас мы про каждого продавца можем посмотреть в интернете. В интернете... Отзывы. Да, ютубе там, на Яндекс там, маркете, или как они там правильно называются, вот где Яндекс дает отзывы. Понятно, что отзывы можно и накрутить, но все же, если там из десятка там найдете плохой отзыв, уже стоит призадуматься. Да. Да, то есть в любом случае, как бы, это опыт других людей, и, ну, надо, принимать во внимание, потому что мы тоже вроде бы... Да, вот, Руслан, извини, перебью. Опыт, на самом деле, людей очень хорошо помогает. Даже в нашем случае, вот я вам показала, как у нас саженцы, мы сами все испортили, но все равно один хороший человек написал в комментариях средства, которые, возможно, хоть что-то реанимируют. Мы его, конечно же, заказали, будем пытаться до последнего что-то спасти, ну, если не получится, то дальше будем решать, что делать. ничего, ошибки бывают у всех, без этого никуда, ни в каком деле, без ошибок. Везде приходится набивать себе шишки, и только... Только так. Может, у нас только так получается, у кого-то все сразу отлично, и это прекрасно. Я думал, что у нас все плохо. Да. Мы думали, мы одни такие неудачники, но что мы просто неудачники, но на самом деле очень много людей с разным своим опытом, своими историями делятся, и даже когда они переживали тяжелые времена, у всех вот даже вот история женщины... История очень долгая. Да, то есть это тоже надо отдельное время. Все равно у нее возрождается хозяйство. Ну, в принципе, историю рассказали. Ну и дальше. Да. Если вам нравятся наши видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Для нас это очень-очень важно. Это поможет в развитии нашего канала. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok